В октябре 2022 года вышел документ, описывающий проведение демонстрационного экзамена с использованием компьютерного тренажера для квалификации техник-технолог в специальности химическая технология органических веществ и переработка нефти и газа. У многих он вызвал много вопросов. Что такое компьютерный тренажер? Как внедрить и подготовить на нем студентов? И какие существуют оценочные критерии для демонстрационного экзамена? Сейчас мы на все эти вопросы ответим. Компьютерный тренажер – это программное обеспечение для ведения технологического процесса согласно документации. ЭТПО должно содержать математически адекватные динамические модели промышленной установки. Давайте посмотрим на тренажер. Сначала вы запускаете исполнительный файл и попадаете в главное меню. Если вы заходите впервые, нужно зарегистрироваться. После регистрации заходите в свою учетную запись. Теперь кнопки обучения и тестирования активны. Зайдем в обучение. Здесь вы можете увидеть 10 моделей. Емкость буферная, емкость рефлюксная, теплообменник, ребойлер, аминовая очистка, колонна разделения бутанов, колонна разделения бутанов АВО. Колонна разделения бутанов с экономическими показателями. Колонна стабилизации бензина и LO-AVT. В выпадающем списке есть конкретные упражнения, например, впуск, останов и ведение технологического процесса. Давайте зайдем в пуск установки разделения бутанов. Перед началом работы нужно нажать старт в верхней панели. Так мы запускаем динамический расчет. Сейчас мы видим всю технологическую схему. Условно говоря, это поле, где аппаратчикам нужно непосредственно взаимодействовать с оборудованием установки. Перейдем в экран распределенной системы управления с помощью кнопки РСУ на верхней панели. Теперь мы видим то же, что видит старший оператор за мониторами в операторной. Мы пока не знаем, как запустить установку, но в этом нам поможет виртуальный инструктор. Он поможет с последовательностью пуска и навигацией. Также вы можете развернуть окно виртуального инструктора и подробно изучить последовательность. Постепенно вы запомните название объектов, их назначение и последовательность пуска. Узнать, как выглядит объект на реальном предприятии, можно с помощью функции «Показывать фото». Наведя курсор на объект, вы увидите миниатюру, а нажатием сможете развернуть ее и увидеть в большем масштабе. Чтобы студент учился пользоваться документацией, в тренажер встроена справочная информация. Кнопка слева от старта верхней панели. Заходим в колонну разделения бутанов. Здесь описаны технические параметры установки. В выпадающем списке нажмем на нормальный пуск. Представим, что мы уже подали воду на секцию и собрали схему. Теперь направим сырье в колонну, следуя пунктам виртуального инструктора. Открываем линии тренда контроллера FIRCA 001. Затем откроем регулирующий клапан FV001 на 15%. Пока расход стабилизируется, откроем тренды уровня LIRCA 001 и давление низоколонной PIR-107C. После стабилизации расхода переводим контроллер в автоматический режим и задаем установку расхода 17000 кг в час. Так как высота колонны составляет больше 60 метров, процесс набора уровня займет некоторое время. Проверить тренажер на адекватность и динамичность можно, поработав с учебными моделями в пробном режиме. Мы как компания-поставщик предоставляем такую возможность. За 26 лет мы разработали и внедрили 28 промышленных компьютерных тренажеров для таких компаний, как Нижнекамскнефтехим, Татнефть, Новотек и другие. У них достаточно высокие требования. Поставляемые тренажеры должны визуально соответствовать реальному оборудованию и производству, вести себя как реальная установка, имитировать РСУ, иметь статистику и систему оценки. Тренажер RTSIM аккредитован и внесен в реестр Ассоциации разработчиков программных продуктов отечественный софт. Контакты Олега, который проведет вам презентацию и даст доступ к тренажеру, на экране и в описании к видео. Как внедрить тренажер и подготовить на нем студентов. Теперь у вас есть тренажер. Для проведения экзамена у вас должны быть подготовлены студенты, но для начала нужно подготовить преподавателей. Мы проведем их обучение, дадим все необходимые методические материалы и поможем сделать пилотное внедрение, активно поддерживая и консультируя. У нас сейчас растет давление в колонне, я правильно понимаю, растет температура вверх, вслед за ней, да? Да, но она пока просто набирается на исходную. За время пилота преподаватели проведут экспериментальную, пилотную группу студентов через тот же путь, что недавно прошли сами во время их обучения. После успешного пилотного внедрения, когда у вас будет вся образовательная инфраструктура, подготовленные преподаватели, методические документы, вы можете заключить договор на поставку тренажера и полностью внедрить его в учебный процесс и оценить подготовку студентов на демонстрационном экзамене. В рамках подготовки на протяжении года мы готовы бесплатно проводить внеучебные обучающие активности со студентами, чтобы инженерные навыки осваивались круглый год. Один из примеров нашей активности – летний лагерь RT-7 Кэмп, где студенты разбились на группы и соревновались друг с другом. Соревновательный элемент добавил азарта и сделал обучение более эффективным. В эффективности мы убедились в сентябре, когда провели экспериментальный чемпионат студентов КНИТУ параллельно с отраслевым чемпионатом PetroChemSkills 2022, где участвовали действующие операторы из Сибура, Газпромнефти, Нижнекамскнефтехим, Танека и Казань Оргсинтез. Результаты экспериментального чемпионата получились удивительными – студенты победили операторов. Компания RT-7 с 2019 года участвует в отраслевых чемпионатах по стандартам WorldSkills в качестве поставщика компьютерного тренажера и уже выработала систему оценки, основанную на безопасности, экономической эффективности и корректности управления. Если выбор пойдет на цифровые модели RT-7 карьеры, то ваши студенты получат образовательную программу, в которую встроена работа на компьютерных тренажерах, возможность заниматься из дома, лицензия RT-7 предусматривает установку на компьютеры в учебных классах и на домашние ПК, и регулярные онлайн-занятия в свободное время, чтобы инженерные навыки осваивались круглый год. Продолжение следует...